Следующая наша лекция называется «Мозг. Лобные доли». Мозг является мощнейшим преобразователем энергетических потоков. Импульсы, поступающие в кору головного мозга, несут жизненно важный заряд для всей системы. Сигналы обрабатываются в соответствии с заложенной программой, и часто это не выходит за рамки обыденных задач. Именно поэтому мозг нуждается в тренировке с самого раннего детства. И причем не просто с самого раннего детства, а до последнего мига жизни с точки зрения восприятия полезных программ. Иначе со временем его скорость обсчета будет падать, и он перестанет выполнять даже заложенные в нем функции. Именно поэтому, когда мозг работает на обычных частотах, ничего гениального явить не получится. Облучение мозга приводит к потере даже элементарных функций в определенных программах, часто связанных с низшими потребностями. Вообще, на определенных частотах легко можно воздействовать на управляющие программы мозга вплоть до их полной замены. Сейчас существуют технологии, позволяющие прописывать определенные мысли. Эти мысли воспроизводятся на определенных частотах и подкрепляются образами через просматриваемые фильмы, а также они активно внедряются через сны. Таким образом, мозг как бы обучается заново в интересах системы. Именно поэтому вся технократия внедряется очень быстро. Естественные же ритмы мозга постепенно перестают воспроизводиться, так как им становится не на что настраиваться. С каждым годом облучение становится все интенсивнее, и даже те, у кого внутри много живых кодов, постепенно замедляются. Если обновление природными ритмами не происходит, то угасает сам смысл жизни, а заряд теряется. Лобные доли мозга воспроизводят образную информацию, поэтому сюда направлено одно из самых главных воздействий различными частотами, чтобы образы воспроизводились согласно этим частотам. По сути, материализуется технократический мир. Когда человек постоянно насыщен этими мыслями, то тогда, соответственно, и образы возникают в соответствии с этими частотами. И в результате такой мир становится людям понятен, а все, что понятно, может материализоваться. Существует два принципиально разных состояния мозга, когда он активен в технократической среде, и когда он активен в природной среде. В технократии производят электрические заряды и импульсы, которые поддерживают эту среду за счет беспокойства мозга. Он все время тревожится за что-то. А в природной среде длина волны сокращается, и по сути сам мозг находится в состоянии покоя от мыслей. В то же время может загрузиться природное обновление, способствующее жизни самого организма. Переход от ума к сознанию возможен только на природных частотах, на природных ритмах, когда мозг находится в устойчивом, сбалансированном состоянии. Это достигается при помощи отключения голосового помощника. Наступает измененное состояние, когда становится не нужна материальная форма как таковая. Как только это происходит, то возникает резонанс на уровне частот, идущих от твоих изначальных систем по космическому интернету к единому сознанию. Именно потерю формы и матричных программ защищает этот голосовой помощник. Этот модуль – Адам и Ева. Ева – это тоже аббревиатура, это энергетически встроенный анализатор, а Адам – это администратор связи. Самое сложное – отключить этот модуль и начать управлять процессом. Данный модуль нужно обучать, тренировать под необходимые тебе задачи, то есть направлять его на обработку и анализ нужной тебе информации. В последние тысячи лет он на Земле заменил собой все божественные программы души. Поэтому, если внутри тебя есть живое, то активируя любым удобным способом творческий и созидательный посыл, есть шанс выйти на чистоту единого сознания и не остаться под управлением матричных программ. Пожалуйста, какие есть вопросы? Пишут, я думаю, многим ученым мешает эго. Они не понимают, что многие их открытия спускаются им с тонкого плана. Просто эту информацию проводят через них, возможно, благодаря их наработкам из предыдущей жизни. Совершенно верно. Если бы не было наработок в предыдущей жизни, ничего бы не проводилось через них. Как понять, к какому виду сам ты относишься? Валентин, надо не определять, к какому виду ты относишься, а понимать, что ты делаешь в этой жизни. Я вам напоминаю пример из нашей живой истории. Уж насколько товарищ Лаврентий Берий был сложным персонажем, достаточно темным по сути своей, и то его Иосиф Фиссарионович смог поставить на службу Родине, пока себя нормально чувствовал. Поэтому еще раз, вопрос не в том, кто человек, а в том, что он являет. Что это за точка, которая раздает эманации? С чем сопряжена и откуда раздает? Раздает от звездных систем, раздает от ваших духовных наработок, от ваших солнц, от тех созвездий, с кем у вас резонанс есть. Оттуда и раздает. Как связан повышенный резонанс Шумана с нынешним сознанием и работой мозга человека? Он никак не связан. Резонанс Шумана – это один из сбросов, который ничего не дает и ни к чему не ведет. И на голосовой помощник, что это подробнее? Голосовой помощник – это и есть Адам и Ева. Это то, что запускает у вас программу в мозгу, то, что вам мысли навевает. Я предлагаю, те, кто не посмотрел, посмотрите, пожалуйста, ролик про мысли. Мы там достаточно подробно всю эту тему изложили. Что надо от существительного мысли перейти к глаголу мысли. И желательно потоковым это сделать. Сейчас неврологи, нейрологи, все прочие считают, что мозг, как и любая другая структура, требует тренировки. Предлагают головоломки и все прочее. Но я в жизни наблюдала, что профессора, которые занимаются тематикой и до последнего решают сложные задачи, приходят у них здравствует геймер или деменция или все прочее. А люди в рабоче-крестьянской профессии, вот моя прабабушка почти до 105 лет прожила, была в здравом уме и в твердой памяти. Чем это связано? Как продлить здоровый ум? Ну, очень просто. Во-первых, у нас есть такое понятие, как здравомыслие. Раз. Два. Но все равно себя надо каким-то образом упражнять. Потому что ум, как любой механизм, как умение мысли, требует некой напряженности, требует держать себя в тонусе. Если не держать себя в тонусе, то постепенно все расплывается, раздается. Что касается Альцгеймера и других вещей, это же не связано с тем, какие человек смог протащить научное открытие. Это связано с его выборами в прошлых жизнях и в этой жизни. То есть, насколько он соответствует своей генеральной линии, своим задачам. Поэтому это, к сожалению, тренировка умана не является никакой гарантией от того, что человека, который, например, много косячил или много делал неправильных вещей, ну, это не настигнет. Поэтому то, что в общем случае необходимо тренировать, ну, это 100%. Так, вот пишут, что непонятно про Еву. Ева – это и есть голосовой помощник. В чем разница? Ева и Адам – это составляют вместе вот этот блок управления на полевом уровне, который в том числе активирует часто голосового помощника. Примеры из жизни про аббревиатуру Ева и анализатор. Если ты сталкивался с тем, что у кого-то внутри появляется какой-то голос, который что-то, какие-то программы запускают, какие-то мысли надиктовывают, вот это про это. И часто, как бы ты ни старался, все равно происходит повторение зацикленных вот этих вот вещей, которые анализируют твои реакции по всем уровням, по всем сетям, потом снова запускают подобные мысли. Адам и Ева, я понял, ты уже что-то про это. А матричные коды – это как последствия или как взаимосвязь между ними? Матричные коды как взаимосвязь, которая позволяет активировать поле матричной программы. И они, в свою очередь, будут влиять на поведенческие реакции человека. Как точки, условно говоря. Коды, которые направлены на гашение сознания. Да, да. Хотел бы очистить эти коды, можно только путем взаимодействия с природой? Путем культивации своих живых кодов. То есть надо понимать, что у тебя в структуре есть живого. И вот на это живое делать упор в развитии. А матричные, наоборот, вводить в сторону. Я вас спрашиваю, что возрастное ухудшение памяти можно осрочить или затормозить? Да, безусловно, можно. Для этого струнный ряд должен быть в порядке. То есть это ежедневная работа со струнами. И тогда не такие тяжелые последствия будут. Куда встроен анализатор? Его влияние можно уменьшить и отключение мыслей? Можно уменьшить и отключение мыслей, а встроен он прямо в поле верхнего центра. В чем проявляются матричные коды? Не понять, что это, в чем это проявляется. В том, что человек живет обыденной жизнью. У него нет никаких позывов ни к творчеству, ни к чему-то великому, ни к какому-то креативу, ни к нежеланию что-то менять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok